Общественник надеется на защиту СКР. Общественник надеется на защиту СКР. Мартин Качесоков просит следственное управление КБР возбудить дело в отношении полицейских. 2. Газета «Коммерсант» номер 172 от 23 сентября 2019 года. Строение 5. Как стало известно твердый знак, руководитель общественной организации Хабзе Мартин Качесоков, арестованный в июне 2019 года по подозрению в хранении наркотиков, подолжал обувь Следственный комитет России, СКР. В ней он требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму, ЦП, МВД по КБР, которые участвовали в его задержании. 3. Общественник утверждает, что наркотики ему подбросили, а все доказательства по делу сфальсифицировали. Адвокаты Мартина Качесокова не сомневаются, что уголовное преследование в отношении их подзащитного связано не с мнимым наличием у него наркотических средств, а с его общественной деятельностью. Между тем следственные действия в отношении активиста уже завершены. В своей жалобе на имя И.О. Руководителя Следственного управления СКР по КБР Алима Бабаева Мартин Качесоков напоминает, что 4 июля 2019 года уже обращался с заявлением о совершении сотрудниками ЦП МВД по КБР должностных преступлений, по которому была назначена доследственная проверка. В своей жалобе Мартин Качесоков просит расследовать, каким образом и где задержавший его оперативник и другие неустановленные лица приобрели марихуану, как ее хранили и перевозили, откуда взялись понятые, имеющие судимости за хранение наркотиков. По словам общественника, нет сомнения, что за ним следили и знали обо всех его передвижениях, так как организовали незаконное прослушивание его телефона, а после задержания даже высказали неудовольствие, что он отменил выезд, который планировал ночью, из-за чего оперативной группе пришлось ждать его еще полдня. В своей жалобе Мартин Качесоков также ссылается на странные несовпадения в протоколах допросов и актах осмотра места преступления, где несколько раз меняется предыстория появления у общественника пакетов с наркотиками и даже места, где эти пакеты лежали в его машине. На это же указывают в ходатайстве на имя руководителя Республиканского управления СКР адвоката общественника. В частности, его защитник Людмила Качесокова уточняет, что, согласно первому протоколу допроса, ее подзащитный, сорвав коноплю на окраине села Урух в ноябре 2018 года, оставил ее на поле, а в июне 2019 года решил забрать для личного употребления. Согласно другому протоколу, он сорвал соцветия марихуаны на том же поле, но сразу упаковал в мешки и положил к себе в машину и в задний карман брюк. Есть несостыковки и в протоколах осмотра машины Мартина Качесокова. В частности, согласно акту осмотра от 7 июня 2019 года, пакет с коноплей был обнаружен под водительским сидением, а в протоколе допроса в качестве обвиняемого от 8 июня указано, что пакет лежал под пассажирским сидением. Как отмечают адвокаты, таких проколов в деле очень много. Настораживает их и тот факт, что в качестве понятых были привлечены два безработных жителя Нальчика Валерий Мкартумян и Анатолий Выблов. Защите Мартина Качесокова удалось выяснить, что оба постоянно привлекались в качестве понятых и свидетелей по делам, связанным с наркотиками. Кроме того, по информации защитников, Валерий Мкартумян сам был судем за хранение наркотиков. Имеют адвокаты и вопросы по экспертизе изъятых у Мартина Качесокова наркотиков, поскольку в различных экспертных заключениях не совпадают номера на оттисках бирок, прикрепленных к пакетам с наркотическим веществом. Как Мартин Качесоков был задержан по обвинению в хранении наркотиков. По мнению Мартина Качесокова, проходящая по его заявлению в Ирванском отделе СУСКР по КБР проверка проводится формально и поверхностно. Не получены объяснения отряда свидетелей, не направлены запросы в республиканские ЦП и управление разгвардии с целью установления сотрудников СОБР «Эльбрус», принимавших участие в задержании, а также не дана процессуальная оценка нарушениям при изъятии наркотиков и передаче их на экспертизу, в ходе которой были получены пакеты с совершенно другой печатью. В этой связи Мартин Качесоков попросил передать материалы проверки в Республиканское управление СКР, а также возбудить уголовное дело в отношении оперативника ЦП Мурата Гонова и его неустановленных коллег, участвовавших в задержании. Адвокат Мартина Качесокова Андрей Андреев добавил, что следователь сообщил об окончании следственных действий по делу. После ознакомления с материалами расследования адвокаты, по словам господина Андреева, планирует сделать заявление о привлечении к уголовной ответственности всех причастных к фальсификации уголовного дела активиста. Мартин Качесоков был задержан 7 июня на безлюдном участке трассы «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. По информации правоохранителей, в кармане брюка общественника обнаружили пакет с марихуаной весом 4,7 грамма, а под сидением его автомобиля – другой пакет с 263,4 грамма наркотика. В отношении активиста было возбуждено уголовное дело. Лискенский райсуд арестовал его на два месяца, однако после вступления в дело адвокатов, в том числе и от правозащитной организации «Мемориал», апелляционная инстанция Верховного суда, ВС, КБР перевела Мартина Качесокова под домашний арест. Во время заседания ВС активист по видеосвязи рассказал, что после остановки его патрульной машиной ДПС к ним подъехали еще и две «Ладо Прайора», из которых выскочили вооруженные люди в масках. Они положили его лицом вниз, не давали поднять головы, надели наручники, били по лицу, а затем обмазали чем-то лицо и одеждой, засунули что-то в задний карман джинсов. Чтобы решить вопрос цивилизованно, Мартину Качесокову предложили в присутствии понятых сообщить о наличии у него наркотиков, что он и сделал. Как Мартин Качесоков вышел из СИЗа под домашний арест. Арест и возбуждение уголовного дела по статье о незаконном хранении перевозки наркотиков руководитель Хабзе и его защита считают ответом на его общественную деятельность. Как активист он принимал участие в переговорах и освобождении задержанных во время событий в Кенделине в сентябре 2018 года, где имело место противостояние кабардинцев, отмечавших 310-летие Канжальской битвы конным походом, и балкарцев, отказавшихся пустить их в село. Вскоре после кенделенских событий в отставку ушел глава КБР Юрий Коков. Кроме того, Мартин Качесоков участвовал в дискуссиях по поводу закона о родных языках местного самоуправления. Уже тогда, по словам общественника, ему предлагали снизить активность. Арестован Мартин Качесоков практически одновременно с Иваном Голуновым, в связи с чем его даже называли «Кавказским Голуновым». В его защиту на портале change.org была размещена петиция, которую подписали более 5000 человек. Александра Ларинцева, Пятигорск.